Всем добрый день! Вас приветствует команда компании Веда Пульс, и мы начинаем сегодняшний вебинар. Вебинар посвящен основам биоритмологии, и я вам представлю новое профессиональное расширение биоритмологии. В вебинаре мы разберем основы биоритмологических знаний, изложенным желтым императором, теорию и практику открытых точек, поговорим о новом расширении АПК Веда Пульс Профессионал с ТКМ, традиционная китайская медицина, и вы узнаете о реализации биоритмологических подходов в этом новом расширении. Итак, начинаем вебинар, и по традиции напишите по пятибальной системе, как меня слушно. Жду ваших ответов в чате. Все слышат меня отлично, и начинаем наш вебинар. Основы биоритмологических знаний заложены в одном из самых древних и самом первом трактате по традиционной китайской медицине, который по-китайски называется Хуанди Нэйдзин. В переводе это обозначает трактат желтого императора о внутреннем. Он состоит из двух частей. Исторически этот трактат написан до нашей эры. Самая древняя копия этого трактата, сохранившаяся до настоящего времени, хранится в Китае и датируется 200-м годом до нашей эры. Но на этой копии написано, что это именно копия. То есть, когда возник сам трактат, очень сложно датировать его. Сами китайцы иногда датируют датами в 3000 лет до нашей эры. Трактат очень древний и он состоит из записанной беседы между собой желтого императора Хуанди и его собеседника. Звали его Цибо. По одной версии, Цибо является наставником желтого императора во многих науках. По другой версии, Цибо является личным доктором китайского императора и рассказывает ему о всех премудростях медицины. Надо сказать, что этот трактат самый древний, но в то же времени самый полный по теории традиционной китайской медицины. И все, что записано в трактате, дошло практически в неизмененном виде до настоящего времени. Китайская культура сохранила все эти древние знания. И принципиально можно сказать, что за эти несколько тысяч лет, по самым скромным подсчетам 2000 лет, по нескромным подсчетам цифры доходят до 5000 лет, ничего кардинально нового в мире не было придумано. То есть, именно теория и общее воздействие на биологически активные точки и самого человека сохранилось с тех незапамятных времен. И очень много моментов в трактате «Желтого императора» уделяется соответствии человека и внешним ритмам. Вот один из таких моментов я хочу вам привести. Глава называется «Рассуждение о сообщении с небом дыхания Ци». Со времен древности сообщение с небом является корнем жизни. Ибо корнем этих являются субстанции инь и ян. И между небом и землей в пределах шести границ дыхание Ци девяти разделов земли и дыхание Ци девяти отверстий человеческого тела, пяти органов дзан, двенадцати сочленений, все сообщается с небесным дыханием Ци. Термины достаточно архаичные и даже современным китайцам не до конца понятно, что имеется в виду под этими терминами. Давайте немного разберем. В пределах шести границ. Под шестью границами китайцы понимали четыре кардинальных направления света. Это север, юг, запад, восток. И также добавляли верх и низ. Так как человек находится на земле, то четыре направления это все стороны света. А верх и низ является для человека, низом является земля, верхом является небо. То есть шесть границ это вся взаимосвязь того места, где находится человек с внешними влияниями, относящиеся к временным промежуткам. Под этим термином китайцы понимали небесное влияние и его рассчитывали посредством различных астрологических практик. И также влияние земли, то есть направление человека в окружающем пространстве, его местожительство в соответствии с направлением гора, рек и прочее, прочее. Этим всем и занимается древнее китайское искусство фэншуй. Девять разделов земли это одна из древнейших, не только китайских, систем взаимодействия с землей и разделения определенных территорий на девять частей. Это так называемый магический квадрат, известный во многих культурах. Далее в нашем вебинаре вы увидите изображение этого магического квадрата. В сельскохозяйственных терминологиях это применялось для следующих целей, что скапывалось и отдавалось под пашню и посадку только восемь квадратов, а девятый квадрат отдыхал. И таким образом были выведены ритмы, соответствующие небесному и земному влиянию, когда определенный участок почвы отдыхал от сельскохозяйственного воздействия. Но и этот отдых требуется любому ограниченному пространству. И эту теорию китайцы перераспределили на наши жилища и на дворцы своих императоров. И китайские императоры переезжали один раз в месяц, меняя свой тронный зал, меняя свою спальню, для того, чтобы получать наиболее высокий уровень энергии Ци в своем дворце. Девять отверстий человеческого тела понимается дословно, к ним относятся глаза, уши, нос, рот, отверстия мочеиспускательного канала и кишечника. Двенадцать сочленений термин китайцы используют в нескольких вариациях. Иногда этим термином называют двенадцать основных суставов, относящихся к суставам позвоночника и конечностей. И также под двенадцатью сочленениями китайцы понимают в том числе и двенадцать основных меридианов. И все-все вот эти взаимодействия, они связаны между собой. И связующим моментом как раз является энергия Ци, которая распространяется от неба к земле, от земли к небу. Оба этих распространения я рассказывал в своих первых вебинарах, посвященному теме рефлексотерапии. Дыхание Ци рождает пять стихий, и появляется дыхание Ци трех разновидностей меридианов. Если ритмика цифр не соответствует, тогда патогенное дыхание Ци наносит вред человеческому организму, ибо в следовании заключается основа продления жизни и достижения долголетия. Для удобства взаимодействия с дыханием Ци, китайцы вообще говорят, что существует только Ци, а но видим мы ее в виде форм Ци, поэтому существуют Ци и формы Ци. Мы как люди одна из форм Ци. И чтобы было понятно и удобно взаимодействовать с другими формами Ци, и была введена классификация по пяти элементам, по пяти стихиям. Это известные вам огонь, земля, металл, вода, дерево. Вот эти основные пять стихий китайской метафизики. Дыхание Ци трех разновидностей меридианов. Ну, вначале может быть не совсем понятно. Мы знаем, что меридианов-то двенадцать. Как они уложили и разновидности. Все достаточно просто. Мы вспоминаем систему ЛЮХЭ, шесть гармоний, шесть энергетических уровней. И помним, что у нас есть уровни категории ИН и категории ЯН. К каждой категории относятся всего три типа взаимодействий. То есть, есть максимальный ЯН и максимальный ИН, средний ЯН и средний ИН, и минимальный ЯН, и минимальный ИН. И вот термин «три разновидности меридианов», соответственно, и относят китайцы вот эти термины. В зависимости от возраста человека, от даты его рождения, с человеком всегда присутствуют определенные цифры, которые показывают его возраст, которые показывают время на часах, которые показывают различные циклические изменения той же энергии Ци. И если человек постоянно находится в этом ритме, он меняется, он не стоит на месте, то с ним не может ничего произойти плохого. Он текуч, как вода, и он изменяется, как сама основа жизни, как энергия Ци. Точнее, человек, когда следует вот этим циклическим изменениям. То с ним все будет хорошо и замечательно. Если мы упорствуем в том, что вокруг нас должна быть какое-то постоянство, то все начинает искажаться, и наша внутренняя энергия Ци начинает течь ненадлежащим образом. И вследствие этого происходит возникновение заболевания. То есть болезни с позиции традиционной китайской медицины – это не следование общему течению Ци, потоку Дао. И если у человека есть любое заболевание, либо ему не хватает энергии для повседневной деятельности, это указательно то, что есть та или иная рассогласованность с внешними ритмами. И знатоки биоритмологии выстраивают в том числе акупунктурные рецепты таким образом, чтобы вернуть человека к вот этому естественному ритму. Знание биоритмологии было изложено Желтым Императором. И вот один из отрывков этого знания мы разобрали. Кому интересно, может изучить полностью трактат Желтого Императора. Он есть в переводе на русском языке. Перевод сделал замечательный титаист Бронислав Виногородский. Он первый перевел на русский язык все две части трактата Желтого Императора. И можете найти эти переводы как в интернет. И также есть, конечно же, книжные варианты. Все вот эти знания о биоритмологии, они развивались от века в век не одно тысячелетие. И до нас уже дошли проверенными веками и тысячелетиями определенные формулы и системы работы с меридианами и с каналами. При биоритмологических подходах в основном происходит воздействие по двум системам. Одна система связана с двенадцатью главными меридианами. И вторая система, она связана с восьмью чудесными меридианами. И сейчас я вам расскажу общий принцип работы этих систем. И мы поговорим с вами, что такое открытая точка. Одна из систем открытых точек рассчитывается по методу, по-китайски звучит как Цзэ У Лю Чжу. Литературный перевод этой методики звучит следующим образом. Течение и объединение Цзэ и Трови с учетом времени приливов и отливов. Всего четыре китайских иероглифов. Первые два иероглифа Цзэ и У показывают на временные отрезки. Эти временные отрезки соответствуют полдню и полночи. А Лю и Джжу иероглиф. Они очень многокранны. И они как раз говорят о течении и объединении Цзэ и Крови. То есть по большому счету глобальная перестройка организма происходит вот в эти два кардинальных часа. И все в организме человека и вокруг него следует этим определенным ритмам. Одним способом взаимодействия с окружающим ритмом являются наши биологически активные точки. Но мы конечно связаны всеми точками одновременно с окружающей средой. Но как и нам, так и точкам нужно время отдыха. Не каждая биологически активная точка работает длительное время. И есть время, когда точка максимально эффективно работает. Вот это время максимальной эффективной работы китайцы и называют моментом открытости точки. И самыми главными биологически активными точками на 12 каналах являются точки пяти элементов. И вот эта система Цзэ, У, Лю, Джу, она рассчитывает время максимальной открытости той или иной биологически активной точки. Алгоритм достаточно сложный. Я так скажем, не буду вас грузить всеми тонкостями этого алгоритма. В нем есть в том числе определенные исключения. Но в общем этот алгоритм построен на взаимодействии 60-ти членного цикла. Он образуется при взаимодействии 10-ти небесных стволов и 12-ти земных ветвей. 12 земных ветвей, они связаны, каждая с определенным главным меридианом. А 10 небесных стволов – это известные нам 5 элементов в иньском и янском вариантах. И когда соединяются между собой 10 небесных стволов и 12 земных ветвей, получается цикл из 60-ти элементов. Есть определенные правила соотношения между собой небесных стволов и земных ветвей. Всегда инь ствол сочетается с инь ветвью. И наоборот, ян ветвь сочетается с ян стволом. И поэтому в цикле не 120, если бы просто 10 на 12 мы умножили, должно получиться 120. Но так как есть соответствие только инь-инь и ян-ян, так называемое правило соблюдается чистый инь-чистый ян, то цикл состоит из 60 элементов. И в данной системе Цзэу Лю Джо цикл рассчитывается для дней и для часов. И таким образом часовой ритм повторяется раз в 5 дней, дневной ритм повторяется раз в 60 дней. И самое главное, надо знать точку отчета этой ритмики. И в соответствии с этим ритмом активизировать биологически активные точки. Но есть такой момент, что эти биологически активные точки, находящиеся и принадлежащие каналам, они только перераспределяют между каналами энергетику. Они являются своеобразными шлюзовыми точками внутри системы главных меридианов. Но зачастую нам нужен внешний источник энергии, так как люди как в древности, так и в настоящее время испытывают недостаток энергии. Ну, точнее, если сказать, то люди сами создают условия, в которых они недополучают энергии. Энергии на самом деле хватит всем на любые дела и любые действия. Но мы ведем себя так, что ограничиваем себя в получении энергии. А это ограничение идет из-за того, что мы не следуем вот этому природному ритму. Если человек будет следовать природному ритму, то у него всегда будет много энергии, и все внутренние его органы будут работать как часики согласно внешней ритмике энергии ЦИ. Но есть еще одна система выявления открытых точек. Называется она Ленгуй-Ба-Фа. 8 методов чудесной черепахи. Ба-это цифра 8. Па-метод Ленгуй. Это, соответственно, чудесная, либо великая, иногда переводят черепаха, либо таинственная черепаха. То есть значений и вариантов перевода первой части названия метода достаточно много. Чем отличаются открытые точки метода Ленгуй-Ба-Фа от метода Цзэу-Лю-Джо? Отличие кардинальное состоит в том, что это разные точки. И в этом методе используются биологически активные точки ключей чудесных меридианов. В Китае есть изречение, что на меридианах присутствуют 365 биологически активных точек. Главными из них являются точки пяти элементов. Но управляют точками пяти элементов 8 точек слияния. И как раз под термином 8 точек слияния имеются в виду вот эти точки ключей чудесных меридианов. Чудесные меридианы, они заимствуют биологически активные точки от главных меридианов и образуют дополнительную энергетическую цепь сообщающих сосудов. Но чтобы эта цепочка заработала, надо активировать точку ключ. И эту точку надо активировать в определенной последовательности. Чтобы включить в работу именно чудесный сосуд, ее надо включить в первой, либо в определенной другой последовательности, которая может включить чудесные меридианы. Есть несколько подходов к работе по чудесным меридианам. Эти все подходы относятся к высшему искусству джинзю терапии. Первый базовый подход, с которым знакомятся все врачи, применяющие метод иглоукалывания и прижигания. Он состоит в том, что энергия накапливается в чудесных меридианах только тогда, когда наблюдается избыток энергии в главных меридианах. Их хранится до того времени, пока главные меридианы не начинают запустевать. И когда в главных меридианах недостаточно энергии, мы можем включить точки ключи чудесных меридианов и тем самым восполнить главные меридианы. Но это достаточно простое объяснение, без учета биоритмологической составляющей. С позиции биоритмологии чудесные меридианы работают всегда, но в определенной биоритмологической последовательности. И восемь меридианов, они связаны с восьмью направлениями. И теперь мы поговорим непосредственно о чудесной черепахе и почему она здесь появилась. Одна из древних теорий, называемая в Китае Ло Шу, говорит, что перед Вэнь Ваном... Вэнь Ван – это, соответственно, человек, написавший книгу «Перемен». И Вэнь Ван однажды увидел черепаху, которая вылезла из реки Ло. И на панцире-черепахе он разглядел определенные знаки. Там были точки. И каждая точка соединялась в определенной последовательности с другими точками. И рассматривая вот этот рисунок, Вэнь Ван увидел целую схему и представил ее в виде цифр. Таким образом появился магический квадрат. Не знаю, все ли вы знаете китайский магический квадрат, Но многие люди знают магический квадрат, представленный в более поздние времена Пифагором. На самом деле эти магические квадраты идентичны. И особенностью магического квадрата является то, что если мы будем суммировать цифры по вертикалям, либо по горизонталям, либо по диагоналям, у нас всегда получится цифра 15. Но китайцы пошли дальше, и они с этими цифрами связали 3 граммы направлений. И также циклические знаки, которые заключают в себя небесные стволы и земные ветви. И объединив вот эти разные теории в единое целое, китайцы научились включать и выключать чудесные меридианы на нашем теле. И таким образом подключаться к небесной энергии. Верхом искусства является не просто взаимодействие с биологически активными точками, но и ориентация человека в определенном географическом направлении. И в этом направлении приток энергии к человеку увеличивается в десятки раз. Сегодня мы с вами разговариваем об основах биоритмологии, и не будем глубоко вдаваться вот в эти моменты. В дальнейшем будут другие вебинары, посвященные биоритмологии, где я буду рассказывать об индивидуальных методах использования биоритмологии для каждого конкретного человека. И вы узнаете в том числе, как использовать направление. Кто уже давно присутствует на наших вебинарах, те уже встречались с подобными техниками. Я рассчитывал индивидуально и показывал методы расчета личных направлений, в которых можно делать определенные упражнения из цигун для подпитки себя энергиями. Вот эти все методики, они как раз и лежат и связаны с методикой Ленгуй-Бафа, с пониманием работы цифр магического квадрата, а на более глубоком уровне на понимание триграмм. И в нашем экспертном расширении биоритма мы объединили два этих метода. Соответственно, метод Ленгуй-Бафа позволяет получить энергию для взаимодействия и перераспределения внутриканальной энергетики. Также полный биоритмологический рецепт. Он заточен индивидуально и включает в себя биологически активные точки из метода Ленгуй-Бафа, биологическую активную точку, в которой отражена вся энергетика текущего дня. Используется также биологическая активная точка, связанная с энергетикой дня рождения человека. Именно поэтому все, кто поставит последнее обновление для ведопульс-профессионал, увидит, что появилось такое требование, как ввести дату рождения. Дата рождения нужна как раз для вкладочки биоритмы. И, соответственно, биоритмы совмещены с экспертным расширением рефлексотерапии и помещены в отдельную вкладочку ТКМ, традиционная китайская медицина. Это две независимых друг от друга вкладки рефлексотерапии и биоритмы, но дополняющие и усиливающие друг друга. Перед вами на мониторе скриншот нашей вкладки биоритмы. Она состоит из нескольких подвкладок. Когда вы открываете программу и переходите в биоритмы, автоматически открывается табличка, обозначенная описанием дня. Соответственно, вы видите в описании дня написан, какой день цикла текущий. Это цикл из 60 дней. Ну, конечно, стоит европейская дата. Далее идет обозначение иероглифическое. Оно нужно для более глубокого взаимодействия с энергиями. И некоторые формулы можно рассчитать, зная только иероглифа. Дальше идет точка силы дня. То есть это та точка, которая поглощает в себя всю энергию этого дня. И эта точка включена в рецепт, связанный с биоритмологическими точками ТКМ. Дальше идет точка силы дня рождения. То есть эта точка связана лично с вами, либо с вашим пациентом. Соответственно, если вы не введете дату рождения, здесь на этом месте будет красным цветом написано, что вы не ввели дату рождения. И, соответственно, биоритмологический рецепт будет неполным. И последняя строчка – это, соответственно, время, на которое рассчитан биоритмологический рецепт. Когда открывается окошко программы, вы обращаете, что один из часов помечен галочкой. Галочкой помечен текущий час. Тот час, который выставлен у вас на персональной машине вашей. На ноутбуке, либо в стационаре. Вы всегда можете переключаться и посмотреть рецепты для других часов. Для этого вам надо просто кликнуть в любом окошечке на текущий час. И у вас будут меняться биоритмологические точки, рассчитанные по принципам традиционной китайской медицины и по принципам аюрведы. Также во вкладочке есть несколько часов, выделенных цветом. Выделяются те часы, которые связаны с ведущей дошей по принципам аюрведы. Я уже неоднократно вам рассказывал и давал схемы, в которых говорится, какой канал связан с какой аюрведической дошей. И вот эта подсказка позволяет увидеть ведущую дошу, даже не заглядывая во вкладочку баланс. Если вы знаете соотношение каналов и дош, то вы, глядя на вкладочку биоритмы, можете понять, какая ведущая доша у данного пациента. Данные четыре канала, они соотносятся с дошей вата. Также один из часов выделен более ярким цветом. Состояние именно этого канала для данного человека является самым дисбалансным. И воздействие на данные биологически активные точки именно в это время позволит получить наибольший гармонизирующий эффект для данного пациента. Также вы видите выделенным цветом один промежуток времени. Эти биологически активные точки связаны с достаточно глубоким алгоритмом традиционной китайской медицины и показывают самые-самые эффективные точки для текущего дня. Они иногда совпадают с аюрведическим ритмом, иногда не совпадают. Но всегда они находятся в определенном приоритете. И вы можете выбирать эти биологически активные точки и воздействовать. Программа позволяет вам определенное творчество. В этих подходах биоритмологических нет, так скажем, прописанного какого-то одного универсального самого лучшего сценария. В этом и заключается искусство врача, что вы можете выбирать различные приоритеты. Приоритет номер один – это вся программа любой час, указанной в данной таблице. Ну, надо, наверное, сделать небольшую оговорочку. Я все время говорю час-час. Но я уже давно в китайской системе мыслю. И я имею в виду, конечно, китайский час. Китайский традиционный час равен по продолжительности времени двум европейским часам. И во вкладочке есть колоночка «Время». И здесь указано как раз это время. Время в данной системе мы используем социальное. То есть то, что вы видите на своих часах. Итак, вернемся к системе приоритетов. Первый приоритет – это вообще биоритмологическая система. Она всегда находится в приоритете над любыми другими свойствами биологически активной точки. Значение любой биологически активной точки вы всегда можете посмотреть так же, как в вкладочке «Рефлексотерапия» простым нажатием на биологически активную точку. Вот выбран, соответственно, условный пациент, у которого введена дата рождения на текущий день. На день, когда я провожу вебинар. И, соответственно, мы видим определенную энергетическую картину. И мы можем выбрать время прихода и, соответственно, проведения лечебных мероприятий этому человеку. Нас заинтересовала точка «В-65». Мы на нее наводим и можем прочитать ее эффекты. Соответственно, это точка, которая охлаждает жар. И она подходит к воздействию, когда необходимо повысить «Ин». Мы выбираем эту точку по приоритету Айурведы, потому что это же время попадает на время максимальной активности ведущей Доша. Мы просто нажимаем на биологически активную точку, и у нас появляется рецепт. Первая точка в рецепте – это точка-ключ чудесного меридиана. Эта точка будет давать энергию человека. Но чтобы эта энергия пришла к человеку, она же идет и связана с определенным моментом времени. И этот момент времени начинается не в час, а момент начинается из дня. И поэтому вторая биологически активная точка – это точка силы дня. То есть у нас есть общее, географическое и, так скажем, небесное направление, определенный энергетический канал, который существует в природе всегда. Но просто он перемещается в определенных направлениях по принципам магического квадрата. Дальше мы связываем этот канал с энергетикой текущего дня. И далее привязываем к конкретному человеку через биологически активную точку, связанную с днем рождения. И после этого начинаем определенные изменения внутри энергетики человека. То есть мы идем снаружи от максимального источника энергии, через день, через личную энергетику человека и внутрь его канала. Китайцы стараются точки из системы Цзэу-Лючжу. То есть в нашем случае это колоночка под названием точки Усин. И в рецепте это последняя биологически активная точка. Имеет смысл именно значение и показания к этой точке повыбирать. Таким образом вы усилите многократно свое воздействие. Для этого вы просто можете пощелкать по биологически активным точкам в тот день, когда будет назначено время приема. И соответственно заранее просмотрев весь день, вы можете выбрать необходимую вам биологически активную точку, либо их комбинацию. И также не забывайте по приоритет вот этот отдельно стоящий квадратик. В это время точки максимально активны. Также у нас есть биоритмологический рецепт Аюрведы. В нем заложен другой принцип. И здесь открытые точки меняются в зависимости от часа. И изменяющие точки связаны с так называемыми шу и мо точками. Точками, которые управляют текущим часом и управляют тем каналом, который активен в конкретное время. В данном случае вы видите галочку напротив часа 7. То есть человек пришел к нам в промежуток времени с 11 до 13. Мы увидели необходимые нам шу и мо точки. Это же время является временем определенного алгоритма с позицией традиционной китайской медицины. Все последующие 4 биологически активные точки, они построены и взяты таким образом, чтобы уравновесить взаимодействие всех 12 каналов с использованием Аюрведической конституции. И как раз биоритмологические моменты позволяют нам понять связь Аюрведической медицины с традиционной китайской медициной. И это проистекает из взаимодействия душ и как раз тех трех уровней энергии ЦИ, о которых упоминается в том числе в трактате «Желтого императора». Главным нюансом и главным секретом, позволившим нам совместить биологически активные точки и знания Аюрведы, послужило то, что мы поняли, где находится система троичности в китайской медицине. И какие биологически активные точки очень хорошо действуют на системы ДОЖ-Аюрведы. И все эти нюансы, они лежат в области биоритмологии. И на этих нюансах как раз и построены вот эти теории Цзэу-Лю-Джу и методы священной черепахи. Ну, давайте вернемся к нашему приложению. Вы всегда можете, конечно, посмотреть необходимую нам биологически активную точку. Для этого в табличке существует вкладочка «БАТ». Если вы ее нажмете, будет представлен рисунок. В данном случае представлен рисунок шуточек, находящихся на спине. И вы видите описание не только действия этой точки, но и описание по локализации данной биологически активной точки. Для самых продвинутых и специалистов в области китайской биоритмологии, в области предсказательных систем, есть табличка под названием «Общая». В ней показан весь цикл, состоящийся из 60 элементов. Этот цикл по-китайски называется «Дзя-Дзи». По названию первого элемента в таблице. И каждому элементу закреплена в зависимости от энергетики биологически активная точка. И этот цикл распространяется как на дни, так и на часы. Если вам необходимо выбрать биологически активную точку, вы можете щелкнуть на любом квадратике и далее в календаре посмотреть ближайший день активности этой биологически активной точки. В настоящий момент таких специалистов среди наших пользователей, скорее всего, нет. Но я думаю, они появятся после того, как я проведу определенную серию вебинаров и расскажу эти подходы. Они на самом деле не такие сложные, как кажутся. Просто надо будет подружиться с китайскими иероглифами. Это достаточно на самом деле легко и просто. В более простом формате у нас есть табличка «Точка УСИН». Вот внизу мы переходим в вкладочку «Точки УСИН». Например, нам хочется использовать для конкретного пациента точку Р1 «ЮНЦУАНЬ». Что она делает? Она питает «ИН» и охлаждает пустой жар. Регулирует нижний обогреватель. Вот вам надо сделать это действие. Либо у вас есть какая-нибудь более другая любимая точка. Многие уже знают и любят точку Е36. Либо есть какая-то любимая точка. Вы всегда ее можете выбрать. Вы нажимаете на нужную биологически активную точку из категории «Точек УСИН». Далее переходите во вкладочку «Календарь». И таким кружочком в нашем календаре показан ближайший день, когда эта точка будет активна. Вы переходите в первую вкладочку и можете просмотреть необходимые вам часы. После того, как вы выбрали день и час, вы всегда можете сохранить заключение и вам, либо вашим пациентам будет памятка на текущий день. И таким образом вы можете индивидуально назначать время прихода пациента не только в определенный день, но и в определенный час, достигая максимального эффекта своих воздействий. Также обращаю ваше внимание, что на сайте у нас уже выложена статья по данному профессиональному расширению, где описаны основные моменты выбора рецепта по методикам ТКМ либо по рецептам Аюрведы. Обязательно прочитайте эту статью, вникните в нее. В ней написаны очень многие ключевые моменты. Рецепты, связанные с алгоритмами ТКМ, они более мощные и более жесткие. И они требуют, так скажем, определенного уровня энергетики у пациента. И если уровень энергетики недостаточно высок, все критерии, описанные в статье, то лучше начать с более мягких аюрведических рецептов. И после того, как прошло воздействие, переходите на рецепты традиционной китайской медицины. Я вам советую попробовать на себе несколько таких рецептов, и вы увидите, как меняется ваше состояние и по ощущениям, и, соответственно, на нашем аппарате Ведопульс. Это все прекрасно видно. Также существуют определенные дни, которые являются лечебными для нашей личной энергетики. Есть универсальные дни. Этот универсальный день, он, соответственно, называется «Небесный врач». Ну, я думаю, название говорит само за себя. И этот «Небесный врач», он есть общий и есть индивидуальный. Общий день «Небесного врача», он меняется каждый месяц и связан с энергетикой текущего месяца. Вот я вам заранее сейчас расскажу на следующий китайский месяц про биологически активные точки и дни, связанные с «Небесным врачом». Следующий месяц китайский начнется 6 июня и продлится до 7 июля. Это будет китайский месяц лошади. И звезда дня, то есть та энергетика дня, которая и называется «Небесный врач», будет для текущего месяца «Днем змеи». Этот иероглиф обозначает шестую земную ветвь, которая связана в китайской астрологии с «Днем змеи». И в следующем месяце, в промежутке 6 июня по 7 июля, дней змеи будет всего 3. Они, соответственно, повторяются через 12 дней. Это 10 июня, 22 июня и 4 июня. В эти дни очень благоприятно делать любое медицинское вмешательство. И в эти дни любое воздействие на энергетику человека является очень благоприятным для него. В данном месяце исключение составляет 22 июня, потому что это день, близок к летнему солнцестоянию, когда энергия Ян, она максимальна. И энергия Ян в это время достигает своего пика и идет на спад. Это так называемый переломный момент. И поэтому, как бы, вот в данном месяце этот день лучше новичкам не использовать. Там есть достаточно много ограничений. И в формате вебинара я вам не смогу рассказать. Так что остается нам 2 дня. 10 июня и 4 июля. Вы можете для себя запланировать любые оздоровительные мероприятия. И их эффект будет значительно выше, чем в любой другой день. Но что можно сделать с биологически активными точками в эти дни. Рассмотрим промежуток 10 июня. И мы выбираем, как я уже говорил, день. Он связан с энергией змеи. И выбираем час, связанный с энергией змеи. Связь с главными меридианами, она следующая. Энергия змеи связана с меридианом селезенки. Взаимодействие, оно всегда одинаковое. То есть, земная ветвь в одной системе всегда относится к одному главному меридиану. И в этом алгоритме мы видим совпадение дня и часа небесного доктора с алгоритмом традиционной китайской медицины, который указывает на две биологически активные точки. Это Е45 и РП2. Эти две биологически активные точки будут самыми лечебными в этот день для всего текущего месяца. В зависимости от показаний к этим точкам, я вам рекомендую использовать точку РП2. Это вторая точка на канале селезенки поджелудочной железы. кто был на недавнем моем вебинаре, я как раз рассказывал про этот меридиан, вы уже знаете, кто не был, соответственно, может уже приобрести запись этого вебинара и посмотреть. Либо посмотреть в своем приложении рефлексотерапия, либо уже приобрести новое приложение биоритмологии, либо, соответственно, у кого нет ни того, ни другого, найти эту точку в интернет. И, соответственно, для оздоровительных целей мы массируем в час змеи, то есть это с 9 до 11 по местному времени, 10 июня, точку РП2. Мужчины начинают с левой биологически активной точки, женщины начинают с правой биологически активной точки. Массируем легким нажатием 2-3 минуты. Соответственно, следующий день небесного доктора это 4 июля. Также это день змеи и мы выбираем час змеи. И программа нам предлагает две точки, обе они находятся на канале почек. Это вторая и десятая биологически активная точка. Более универсальным в данном случае действием будет обладать точка Р2. вы также в указанный промежуток времени с 9 до 11 часов 4 июля массируете от 2 до 3 минут легким нажатием данную биологически активную точку. таким образом поднимаете и укрепляете свою личную энергетику. нюансом работы по биологически активным точкам с позицией китайской медицины и биоритмологии является то, что необходимо делать достаточно короткие, но нужные и в свое время так скажем максимальные активности действия, которые будут приносить достаточно длительные результаты. Но для всего этого, для получения максимального результата, нужно определенное постоянство. Мы выбираем и работаем хотя бы один раз в неделю, а лучше два раза в неделю. По алгоритмам можете выбирать как алгоритм китайской медицины, так и алгоритм аюрведы. И вот эти возвращения к естественным биоритмам будут увеличивать ваши вашу личную энергетику и соответственно будут восполнять ее. Ну вот у одного из слушателей нашего вебинара как раз день рождения 4 июля. Соответственно мы смотрим точки по ритму 60 дней. И я абсолютно не уверен, что вы конечно по паспорту родились 4 июля, но нужное нам соотношение иероглифов оно может прийти и на другой день. В любом случае взаимодействовать со своей личной энергетикой в свой день рождения достаточно полезно. И к тому же вот эта энергетика она дает очень много. И вот этот ритм связанный с вашим личным ритмом с вашим днем рождения соответственно очень полезен именно для вас. Спрашивают, а как приобрести вкладку биоритмологии. Соответственно, как все другие вкладочки на нашем сайте заходите уже соответственно возможность реализована, эта вкладочка стоит 10 тысяч. Но это еще не все. Именно для наших слушателей, которые присутствуют сейчас онлайн, я хочу сделать небольшой такой китайский подарок. Он заключается в следующем, что есть вот эти точки небесного врача, еще и индивидуальные. Они зависят от нашей, от вашей личной энергетики. но все эти нюансы уже рассчитываются индивидуально. И я могу вам рассчитать на следующий месяц еще и индивидуальную точку, либо связанную с личным небесным врачом, либо по каким-то другим алгоритмам. Что для этого надо сделать? Для этого надо оставить свой отзыв о текущем вебинаре. Вебинар появится в разделе записей через несколько дней. Оставить отзыв о вебинаре, сделать скриншот своего отзыва и отправить его в нашу службу поддержки и в письме напишите еще свою дату рождения. Если вы знаете свой час рождения, я смогу сделать более глубокий анализ и подобрать более индивидуально биологически активные точки. Если вы свой час рождения не знаете, то соответственно я сделаю более стандартный алгоритм небесного врача. Личная звезда небесного врача не требует знания часа рождения. Так что кому интересно, пишите в нашу службу поддержки, оставляйте свои отзывы и я вам пришлю инструкцию по массажу определенных биологически активных точек на месяц. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы по вебинару, по биоритмологическим аспектам, пишите их в чат. Если у вас вопросов нет, то поставьте минус. Вопросов нету, если они в дальнейшем появятся, пишите в нашу службу поддержки, ваши вопросы обязательно мне передадут и вы получите свои ответы. А сейчас я прощаюсь с вами, всего вам доброго и используйте биоритмологию. До свидания. .